Итоги уходящей среды В Беларуси будут регулировать тарифы на все стоматологические услуги. Какие процедуры подешевеют? В Беларуси начали выставлять счета на оплату транспортного налога за 2022. Ставка осталась прежней, зависит от разрешенной массы. Владелец легковушки до полутора тонн, например, заплатит 61 рубль. Извещения будут приходить плательщикам по почте до 1 сентября. Крайний срок оплаты 15 ноября. Льготы доступны ветеранам, пенсионерам и инвалидам. С этого года оплатить только 50% имеют право и многодетные. Главное предъявить действующее водительское удостоверение. Сборник коснется обладателей электромобилей, а также транспорта, выпущенного до 1992 года. В отношении граждан, допустивших задолженность, налоговой инспекцией будет вывесено соответствующее решение, которое будет направлено в органы принудительного исполнения для принудительного взыскания. За каждый день просрочки исчисляется пеня. За неуплату грозит штраф в размере 15% от суммы. К слову, в Бобруйске извещение получат более 39 тысяч человек, а это свыше 4 миллионов рублей. На карманные расходы в Могилеве задержали серийного вора. В милицию пожаловали сразу несколько автомобилистов. Они стали жертвами краж из машин. Сыщики восстановили картину преступлений. 17-летний ранее судимый местный житель по вечерам отжимал стекла в припаркованных маршрутках и такси, забирался внутрь и забирал деньги. Тратил их на личные нужды. В отношении фигуранта возбужден ряд уголовных дел. Досрочное погашение, разрушительная непогода и лесные дары. В Беларуси открыт сезон урожая земляники и черники. Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. В банковский кодекс внесены изменения. Введен запрет на установление в договорах условий об уплате повышенных процентов, если кредитополучатель не возвращает займ в срок. Ограничены размеры штрафов и неустоек. Также установлен список случаев, при которых финансовое учреждение вправе требовать досрочного погашения. К ним отнесены основания, которые объективно создают значительные риски невозврата денег. В Беларуси будут регулировать тарифы на все стоматологические услуги. Раньше за этим следили только в ортопедической и зуботехнических работах. Сейчас же очередь дошла до терапии и ортодонтии. Цена материала в общей сложности останется прежней. Сами процедуры подешевеют на 10-30%. Их перечень расширят, а новые технические решения помогут повысить качество. Изменения коснутся как государственных, так и частных клиник уже с 1 ноября. Госконтроль следит за потерями при уборке зерновых. Намолочено более полумиллиона тонн. Держать высокую планку помогает рачительный подход к делу. Ни одно зернышко не должно пропасть. Если семена оказались на земле, проблему решают на месте. Готовность оперативно реагировать на любые ситуации – важная часть трудовой дисциплины, от которой во многом зависит продовольственная безопасность. Белорусские энергетики восстанавливали электроснабжение в 289 населенных пунктах. Последствия непогоды больше всего ощутили в Минской, Гомельской и Могилевской областях. Сильные ливни со шквалистым ветром привели к падению деревьев на линии электропередачи. Их обрыву местами повалены опоры ЛЭП. Пострадали Молодещинский, Реческий и Могилевские районы. В Беларуси открыт сезон урожая – земляники и черники. Собирать ягоды разрешено вручную и с помощью комбайнов. Они должны быть сертифицированы и с определенным расстоянием между зубцами. Специалисты лесной охраны следят за выполнением правил поведения в чащах. Сейчас на некоторой части территории страны действуют ограничения. Нарушители фиксируют камеры видеонаблюдения. Вечерний релакс. В санатории имени Ленина появилась вторая смена. В списке несколько процедур. Например, подводный душ-массаж или иглорефлексотерапия. Дольше теперь будет работать и физиотерапевтический кабинет. Здесь предлагают свыше 30 услуг. Закуплено также новое оборудование – четырехкамерная ванна, где для лечения используется минеральная вода. Раньше общие ванны были противопоказаны у людей с заболеванием сречной системы. Им было трудно погрузиться в ванну. Это вызывало разные осложнения. Теперь мы приобрели такую ванну, где можно больные места, как правило, это лучезапястные суставы, погрузить в действие минеральной воды и получить лечебный эффект. На процедуры необходимо предварительно записаться в четверг или пятницу по телефону 77 05 05. Время работы второй смены с 16.30 до 19.00. С начала года санаторий посетили свыше 4 тысяч человек. Заполняемость – 100%. Заветные цифры. 599 белорусов набрали максимальные баллы на ЦТ. Среди них 8 бобручан. Сейчас проходит вступительная кампания. В этом году двери распахнут 49 учреждений высшего образования. Об эмоциях будущих студентов. Елизавета Липеева. На все 100. У Полины Толерчик абсолютный результат сразу по трем предметам. На ЦТ по истории Беларуси на централизованном экзамене по русскому и английскому языкам. Увидеть такое количество баллов девушка не ожидала, хоть и прилагала максимум усилий к подготовке. Теперь в планах поступления в лингвистический университет. Английский выбыла еще 2,5 года назад, потому что я знала, что английский в многих сферах жизни пригодится. И я стала его изучать. Еще точно не знаю, куда поступаю, но просто для общего развития. И потом я уже поняла, что я с языками дружу и все хорошо. Полина, наверное, относится к тем ученикам, которые всегда очень добросовестно относятся. То есть хороший конспект, хорошие ответы, хорошие результаты на самостоятельных работах. Поэтому Полина была достойна результата. Для Дарьи Гуляевой учеба всегда в радость. Золотая медаль – 100 баллов на ЦТ по биологии и на ЦЭ по химии. Результат ежедневного труда. С будущей профессией девушка определилась еще в начале 10 класса. Хочет стать фармацевтом. Воплощать мечту в реальность будет в медицинском университете. Сначала, если честно, не поверила. Я очень, конечно, надеялась на такие высокие результаты. Конечно, очень была рада этому. Немного испугалась какой-то даже степень, подумала, точно ли я это правильно посмотрела. Но когда уже осознала, что это точно вот оно, очень радостно мне было. Точность подсчетов. Антону Сакуну заветную сотню на ЦТ принесли знания физики. Естественной наукой парень интересуется с детства. Высокий результат и на ЦЭ по математике – 96 баллов. Впереди поступление в Багуир и углубленное изучение познавательных дисциплин. Огромный вклад в мою подготовку внесла мой учитель Кричко Светлана Викторовна. Она постоянно нам давала проверки на формулы. Она давала большое количество дополнительных занятий. У нас были множество факультативов. Она прекрасно объясняла задачи. Ты мог приходить с ней с любой задачей. Мы ее разбирали, рассматривали формулы, искали каких-то дополнительных источников информации. Всего в Бобруйске 100 баллов на ЦТ у 8 человек, на ЦЭ – у 25. Абсолютный результат показали 599 белорусов. Максимальная оценка по двум предметам – у 20. В 49 учреждениях высшего образования продолжается прием документов. Более 52 тысяч абитуриентов планируют набрать в этом году. 28 тысяч будут обучаться за счет средств бюджета. Зачисление на такие места пройдет по 4 августа. На платные – по 11. Елизавета Лепеева, Дмитрий Шевцов, Станислав Чичерин. Бобруйск, 360. Искусство живого огня в Бобруйском районе проходит в Международном пленэр по керамике. Арт-Жижель собрал 18 белорусских и российских профессиональных художников. Место встречи – база отдыха Вербки на живописном берегу Березины. Тема этого года – культура и искусство в исторических фактах, личностях и событиях. В один из последних вечеров состоится шоу «Обжиг. Огненная скульптура». Завершится творческая программа торжественным открытием итоговой выставки 28 июля в Художественном музее. Сразу после нас сирена. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите, это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»